Мемориал Маска-Скорби 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 В Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которых обвиняли в краже. Колымчан обвиняют в присвоении денежных средств банка в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также в неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, обвиняемые работали в одном из коммерческих банков. Так за три года они похищали со счетов денежные средства. Действовали как по одиночке, так и в группе, используя служебное положение. Фактическая сложность расследования уголовного дела заключалась в том, что обвиняемые, являясь довольно квалифицированными специалистами, на протяжении длительного периода успешно скрывали факты хищений, изготавливая и используя поддельные платежные карты, распоряжения о переводе и выдаче денежных средств, а также используя схемы по многократным переводам денег на различные счета. Всего в указанный период зломышленники похитили у банка со счетов свыше 14 миллионов рублей, а из кассы кредитного учреждения более четырех. К данному моменту производство следственных действий завершено. На имущество обвиняемых, в том числе на автомобили и дорогостующую бытовую технику, в ходе следствия наложили арест. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в прокуратуру Магаданской области для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Как изменить сведения в индивидуальном лицевом счете? В личном кабинете Колымчан на сайте Пенсионного фонда есть информация о заработанных ими пенсионных правах. Сведения о работодателях, о периодах работы, о страховых взносах, перечисленных работодателями, о стаже и суммах коэффициентов. Эта информация конфиденциальна. Сведения сформированы на основе информации, переданной в ПФР работодателями и гражданами. Если человек обнаружил, что каких-то данных не хватает, он может обратиться с заявлением об их исправлении в ПФР. Сделать это можно через клиентскую службу, мобильное приложение или сайт госуслуг. Рассматривают заявление в течение 10 рабочих дней. Магаданцев приглашают принять участие в конкурсе «Волонтер-2021». Возраст от 14 лет. Опыт в добровольчестве не обязателен. Главное желание – помочь нуждающимся. В течение двух недель участникам предстоит добровольно трудиться на разных социальных объектах. Помогать нужно будет людям с ограниченными возможностями, пожилым, всем тем, кто нуждается. Перед посещением объектов волонтеры пройдут обучение. После за ними закрепят кураторов. Региональный конкурс «Волонтер» проводится уже на протяжении 14 лет. И за все время в нем приняло участие около 450 человек. Подать заявку можно на сайте АИС «Молодежь России» до 15 августа 2021 года. Магаданцы могут получить работу в детском центре «Океан». Сотрудники организации приглашают колымскую молодежь для обучения в школе подготовки вожатых с дальнейшим трудоустройством. Право на обучение имеют те, кто заключил с центром трудовой договор на работу в должности вожатого сроком на 2 года 3 месяца, в том числе с испытательным сроком 3 месяца на период обучения в центре. Вожатому выплачивается заработная плата с учетом выплат стимулирующего и компенсационного характера. А также предоставляется общежитие гостиничного типа, питание с дотацией 70%. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 4132 64 3132. Если нужна помощь психолога, нужно только позвонить. Для магаданцев, которые нуждаются в такой помощи, в том числе экстренной, работает телефон доверия для детей, подростков и их родителей. Это бесплатная анонимная служба. Единый общероссийский номер 8 800 2122. Также обратиться в службу онлайн-психолог можно через мессенджер WhatsApp по номеру 8 991 073 8067. Кроме того, в мессенджере функционирует общий чат. Чаты специалисты, родители, дети, специализированная группа «Особое детство» и другие. Мэр Магадана Юрий Гришан проверил ход работ по благоустройству города. Глава муниципалитета посетил улицу Марчиканская 2. Там ведется строительство спортивной площадки. Всего в Магадане делают шесть таких площадок в рамках городской программы. На объекте, который посетил Юрий Гришан, возникли некоторые сложности. Уже должны были сегодня-завтра приступать к работе, но нужно менять немного проектное решение, для того, чтобы уйти от опоры линии электропередач и создать безопасные условия здесь. Все вопросы решены. Я думаю, что сейчас проектировщики быстро переработают проектно-инструментную документацию и на следующей неделе начнем здесь работать. К концу лета планируют закончить все работы. Также мэр Магадана посетил двор по улице Марчиканская 31. Там сделают тротуар, установят бордюр и заасфальтируют проезжую часть. Благоустраивают двор в рамках программы «Комфортная городская среда». После того, как разработали дизайн-проект, его согласовали с жильцами. Мы нарастили откос с той стороны дома. Также проектом предусмотрели демонтаж существующего ограждения на детской площадке, устройство нового и новой площадки. Проектом предусмотрено озеленение устройства газонов на площади 180 квадратных метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее! Продолжение следует...